Привет, друзья мои! Сегодня вас ждет эксквизит-лессон. Эксквизит – это изысканный. Сегодня будем разбирать диалог из «Пиратов Крымского моря». Это диалог будет между Орландо Блумом и помощником Джека Воробья. Не помню, как его зовут. Возможно, при редакторе я вам вставлю. Итак, это будет потрясающий урок. Это будет потрясающий язык. Он будет непростой. Как я уже сказал, эксквизит – изысканный. Вы получите сегодня колоссальнейшее удовольствие. Подготавливая для вас этот урок, я получил колоссальнейшее удовольствие. И это удовольствие через экран, когда бы и где бы вы ни смотрели, я хочу передать его вам. Перед тем, как начнем, постараюсь от таратуре четыре новости. Первое – давайте устроим небольшой розыгрыш. Как вы знаете, на моем канале я создаю специальные карточки Anki для самостоятельной проработки материала, для совершенствования произношения и всего прочего. Итак, сегодня в течение этого видео, в течение 30-40 минут, я скажу кодовое слово. И заходя на мой сайт, используя это кодовое слово «промокод», вводите его, и вы получите первые пять человек, которые ведут этот промокод, они получат эти карточки бесплатно. Вводите, и я вам их скину. Абсолютно бесплатно. Поэтому, друзья, давайте введем такой небольшой розыгрыш. Второй момент. Аудиотренажер. Создал, выложил гигантское количество сил и времени. Настоятельно рекомендую протестировать и попробовать его. Потрясающий материал для самостоятельной практики и закрепления материала, который вы изучите в этом видеоуроке. Третье. У меня есть телеграмм. Телеграмм этого канала, где ежедневно публикую материал для практики понимания на слух и произношение. Ну и в-четвертых, друзья, наверное, надо было сказать, в первую очередь, это спонсирование и донаты, друзья. Ввиду сложившихся ситуации в мире экономики, да и в принципе, я обожаю то, что я делаю. И мне хочется, чтобы вы поддерживали эти видеоуроки, чтобы я смог это сделать основной работой, и чтобы я максимальное количество времени уделял и создавал для вас максимальное количество видеоуроков. Друзья, я болтаю уже в течение двух минут. Хочется начать. Смотрим делок первый раз, потом разбираем. В конце видео смотрите еще раз. Итак, друзья, поехали, смотрим первый раз. ПОДПИШИСЬ! Поехали. Барбоса. Барбоса. Как выжил его? Я расскажу. Ведя из-за того, что он вести три дня и три ночи, пока все манеры саи-креатуры были в его присутствии. В четвертый день, он попал себе несколько саи-туртлеров, раздавал их вместе, и взял их раствор. Он попал себе саи-туртлеров? Ай, саи-туртлеров. Что он использовал для здоровья? Человечное волосы из моего бокса. Человечное волосы из моего бокса. Итак, друзья, я уверен, что даже у бывалых знатоков английского языка сегодня возникли проблемы с просмотром, как, собственно, это было у меня до того, как я проработал недальнейшим образом этот диалог. Итак, давайте, друзья, по очереди разбирать каждую фразочку. Как делаем? Пару раз просматриваем, говорю текст, потом просматриваем еще разок, переводим и разбираем. Поехали! Как так получилось, что у Джека оказался этот компас? Итак, первая фраза, первое предложение и сразу же слово, которое мы заносим в наш сегодняшний словарик. Что такое come by? Смотрите, если мы возьмем переводчик, смотрите, come by. Come by первое значение, это to call casually and briefly as a visitor, то есть нанести визит, или come by manage to acquire or obtain something, то есть это каким-то образом умудриться получить это что-то, acquire or obtain something. Пример. Cameron managed to come by some cheap tickets to Rome. То есть каким-то образом Кэмерон удалось добыть, взять дешевые билеты в Рим. Возвращаясь в наш диалог. How is it that Jack came by that compass? То есть каким образом он у него оказался? Допустим, вы можете сказать, почему еще я люблю учить фразами, потому что, зная фразу, вы можете модифицировать под свои нужды. Допустим, how is it that you came by that inexpensive car? Каким образом эта машина осталась у вас? Come by. Это заполучить. Мотайте на ус, take it home. Слушаем еще разок и идем дальше. How is it that Jack came by that compass? Итак, друзья, давайте я медленно прочитаю. Повторюсь, это было сложно, это было быстро. Чтобы закрепить этот материал, обязательно переходите по ссылке, протестируйте мой аудиотренажер. Тренажер, мощнейшая вещь. Итак, что сказал Гипс? Гипс, по-моему, его зовут Джошуа... Джошуа... или Джошуа... 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 Итак. Not a lot has known about Jack Sparrow before he showed up in Tortuga with a mind to go after the treasure of Isla de Muerte. Слушаем. Следите за текстом и смотрите. Not a lot has known about Jack Sparrow before he showed up in Tortuga with a mind to go after the treasure of the Isla de Muerte. Окей, давайте я переведу. То есть, не так много людей знают, каким был и как жил до этого Джек Фарабей. То есть, до того, как он появился на Tortuga, желая отправиться закладом на остров мертвых. Alright? Isla de Muerte это испанская версия. Isla это island, остров. Muerte это смерть. То есть, на остров мертвых, на остров неживых. А что здесь интересного? Смотрите. Not a lot's known. То есть, он сказал not a lot's known. Послушайте. Not a lot's known about Jack Sparrow. Not a lot's known. Вот это let's known. Not a lot has known. То есть, не так много. Has known. Как бы знали о Джеке Воробье before he showed up in Tortuga. То есть, до того, как он появился на Tortuga. With a mind to go after. У меня эта фраза записана. Давайте ее тоже занесем. Пускай это будет у вас в нашем блокнотике. To go after the treasure. Но еще очень интересная фраза, которая была использована до этого. With a mind to go after. То есть, как бы с намерением или желая. Дословно по-английски переводится с разумом. To go after the treasure. Alright? Очень интересно. Как я и говорил, это exquisite. Изысканный язык. Он очень необычный, нестандартный. Не такой, как мы слышим в настоящей речи. Но я получаю колоссальное удовольствие. Надеюсь, что я заражу этим удовольствием и вас. Итак, давайте еще разок. Not a lot has known about Jack Sparrow before he showed up in Tortuga. With a mind to go after the treasure of Isla de Muerte. Слушаем еще разок этот кусочек. И идем дальше. Not a lot has known about Jack Sparrow before he showed up in Tortuga. With a mind to go after the treasure of Isla de Muerte. Окей. Поехали дальше. That was before I'd met him. Back when he was captain of the Black Pearl. That was before I'd met him. Back when he was captain of the Black Pearl. That was before I'd met him. Back when he was captain of the Black Pearl. That was before I'd met him. Back when he was captain of the Black Pearl. Быстро говорить. Но в этом заключается, друзья, моя суть подхода. Суть моего подхода. Произносим вместе. Тренируем, запоминаем конструкции. Итак, перевод. Это было до того, как я встретил его. Видите? I'd met him. Под д зашито I had met him. Past perfect. Вот совсем недавно с группой новых учеников мы разбирали эту конструкцию. Past perfect. Not a lot has known. Alright. That was before I'd met him. Это было до того, как я встретил его. Back when he was captain of the Black Pearl. В то время. То есть вы видите? Back это вообще назад. But back when he was captain. То есть в те времена. В те времена, когда он был капитаном черной жемчужины. Pearl это жемчужина. Black Pearl. Back when he was captain of the Black Pearl. Alright? That was before I'd met him. That was before I'd met him. Back when he was captain of the Black Pearl. Поехали дальше. Фраза Орландо Блуман. What? He failed to mention that. What? He failed to mention that. What? He failed to mention that. What? Очень интересная конструкция. He failed to mention that. Mention упоминать. То есть как бы он забыл об этом упомянуть. Это устойчивая фраза. Вообще fail это или failure это достигать какой-то неудачи. Проваливаться. Fail to mention. Смотрите. Не упомянул. Забыл упомянуть. Fail to mention. Это фраза, которая очень часто встречается. Не только среди пиратов и прочих там у нас людей. So he failed to mention. Очень классная, формальная, высокая уровень exquisite. И это слово буду сегодня миллиард раз повторять. Очень изысканный язык. Очень изысканная фраза. Fail to mention. Слушаем еще разок и идем дальше. What? He failed to mention that. Why the place things closer to the vest now. And the harder and less than it was. Well, he plays... Wait a sec. Well, he plays things closer to the vest now. And the harder and less than it was. Well, he plays... Wait a sec. Well, he plays things closer to the vest now. And the hard learned lesson it was. И очень тяжелый изученный урок это был. Дословно фигня получается. Но если по-русски литературно, теперь он не распускает язык. Жизнь его проучила. Потрясающе. Уникально. Итак, давайте разберемся, что здесь и почем. Смотрите. Это идиома, который уже разбирал. При монтаже я вставлю вам пару-тройку видео примеров. Классическая идиома звучит play things closer to the chest. То есть играть вещи близко к груди. А в данном случае это close to the vest. Близко к жилетке. В чем суть? Когда вы в покер, в карты играете, чтобы никто другой не увидел, вы как бы карты близко к себе держите. Чтобы не раскрыть тайн. Так и здесь. Если вы не хотите о чем-то рассказывать или говорить, что-то утаивать... Ну, не утаивать, а просто не разглагольствовать, не говорить. Вы используете фразу play things closer to the chest или to the vest. То есть не говорить. Видите? По литературной я перевел. Теперь он не распускает язык. Play things closer to the vest now. И дальше он сказал. And a hard-learned lesson it was. То есть это был очень тяжелый урок. То есть то, что он сделал, а он распустил язык, стоило ему многого. Собственно, как и Гипс сказал. And a hard-learned lesson it was. Что за урок, вы сейчас узнаете. Смотрим и идем дальше. Well, it plays things closer to the vest now. And a hard-learned lesson it was. See, three days out on the venture, the first mate comes to him and says, everything's an equal share. See, three days out on the venture, the first mate comes to him and says, everything's an equal share. See, it's three days out on the venture, the first mate comes to him and says, everything is an equal share. Слушаем еще разок после моей артикуляции и разбираем. See, three days out on the venture, the first mate comes to him and says, everything's an equal share. Итак, переводим. Видишь ли, на третий день этого рискованного путешествия пришел к нему старпом, это старший помощник, это первый помощник капитана, и сказал, у нас уговор делиться. Очень красивый перевод. Итак, друзья. А, подождите, я же не записал play close to the chest. To play close. Давайте запишем to the chest, как бы грудная клетка, или to the vest. Пускай это тоже будет. To the chest или to the vest. Итак, за что зацепимся? It's three days out on the venture, то есть он ему рассказывает, Орландо Блума говорит, то есть представь, третий день этого рискованного путешествия venture, отсюда, друзья, произошло вот эти венчурные фонды. Рискованные предприятия venture, это какое-то рискованное предприятие. В данном случае это, видимо, какое-то плавание рискованное. Итак, на третий день этого рискованного путешествия The first mate comes to him and say Вот этот старший помощник First mate comes to him and say Everything is an equal Все в равной доле. Everything is an equal share. То есть, типа, будем делиться. Давайте посмотрим, послушаем этот кусочек еще разок, и в следующем кусочке, который пущу сразу же, будет продолжение вот этого вот Everything is an equal share и что там дальше было сказано. See, three days out in the venture The first mate comes to him and says Everything is an equal share. That should mean the location of the treasure too. Though Jack gives up the bearings. That should mean the location of the treasure too. Though Jack gives up the bearings. That should mean the location of the treasure too. So Jack gives up the bearings. That should mean the location of the treasure too. Though Jack gives up the bearings. Переводим. То есть, помните, у нас вот предыдущая была фраза Everything is an equal share. То есть, все в равной доле. И потом продолжается. Вот этот вот first mate, первый старпом, который подошел к Джеку, он продолжает That should mean the location of the treasure too. То есть, это значит, местоположение сокровища тоже. То есть, помимо того, что все equal share, это еще обозначает, что все должны знать местоположение сокровища. So Jack gives up the bearing. Give up это сдаваться. То есть, он отдал. Что такое bearing? Друзья, смотрите. Давайте я покажу вам в переводчике. Смотрите. Bearings. 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 Смотрите. Bearings это либо подшипники и так далее, и так далее. Ориентировка. Что еще? Рождение, влияние, ношение, вынашивание. Но, друзья, вот видите, первое значение это азимут. Азимут или месторасположение. То есть, как вы видите, у слова bearing очень много значений. Но в данном случае запомните. Bearing в нашем случае это азимут, месторасположение. Кстати, друзья, знаете ли вы, что такое азимут? Давайте посмотрим, что такое азимут. Это угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север. Окей. Ну да. Служит для правильного местоположения светил и так далее. По сути, да. That so gives up the bearings. То есть, Jack, он отдал местоположение. То есть, в нашем случае я перевел, он отдал карту, направление. Но bearings это вот это как раз местоположение или азимут. Это слово давайте запишем. Сдать азимут, отдать азимут местоположение. Give, give up bearings. To give up bearings. Угу. To give up bearings. Так, это мы разобрали. Угу. Окей, поехали. Смотрим еще разок и идем дальше. That should mean the location of the treasure too. No, Jack gives up the bearings. That night there was a mutiny. 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 Видите, у нас была фраза Back then he was a captain of Black Pearl Джек был кораблем этой черной жемчужины Потом к нему подошел First mate с торпом и сказал Братишка, все делим поровну Это значит местоположение карты И потом И этой же ночью После того, как его помощники Джека узнали О месте положения этого сокровища Был бунт или мятеж Слушаем еще разок и идем дальше Обожаю этот кусочек Слушаем Перевод Они бросили его на необитаемом острове Maroon Это бросать на необитаемом острове Сейчас мы разберем Так вот, они, короче, бросили его на необитаемом острове And left him to die И оставили его умирать But not before Но только после того, как он сбрендит Аджиры He had gone mad Это опять же для любителей грамматики Past perfect Это прошедшее время, видите Чем старее материал, книги Вот такие вот фильмы исторические Тем больше они используют Past perfect He had gone mad with the heat То есть он сбрендил от жары Итак Что мы заносим? Смотрите Высаживать на необитаемом острове Оставлять одного Это будет Maroon Maroon Отсюда группа, которую я очень люблю Maroon 5 С Адамом Лавин Но Помимо Maroon Высаживать на необитаемом острове Оставлять одного Maroon Как прилагательно переводится Как темно-бордовый Maroon Вот видите, если сейчас Давайте потратим буквально пару секунд Я вам веду слово Maroon Color Бам Видите, вот это вот цвет Maroon Alright Имейте в виду, друзья Возьмите на выражение Take it home They marooned Jack on an island And left him to die То есть они оставили его Короче, предали Предали парня Джека Он им все рассказал А они его, короче, кинули They marooned him on an island And left him Я думаю, сейчас вы Видите разницу между моей Между моим разговорным сленгом Кинули парня И этим просто классическим An exquisite language Итак Слушаем еще разок Текст у вас есть И идем дальше So that's the reason for all that 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 Arlana Blue говорит А, так вот в чем причина всех вот этих Вот если вы смотрели Пираты Кириллского моря Джек, он иногда тебе Очень часто себя вот так вот ведет Он как-то неадекватно Начинает двигать телом и руками Так вот, Arlana Blue говорит А, так вот в чем причина Почему он так ведет себя То есть вот эта вот жара То, что они оставили его Умирать на необитаемом острове Давайте не будем переслушивать Поехали дальше Следующий кусочек Одиннадцатый Reason has got nothing to do with it Reason has got nothing to do with it То есть эта причина Не имеет ничего общего с этим У нас, друзья, уже была с вами Эта фраза На канале мы ее уже разбирали Когда что-то не имеет Ничего общего с чем-то Мы используем фразу Допустим Это не имеет ничего общего со мной Я тут ни при чем It has nothing to do with me Или I have nothing to do with it Собственно, как в нашем случае Сказал Гипс Reason has got Ну, он использовал got Has got или просто have Reason has got nothing to do with it Они тут ни при чем То есть вот эта причина Они тут ни при чем То есть вот эта вот жара Совсем не имеет ничего общего К этим его действиям Reasons has nothing to do with it Слушаем и идем дальше Забыл, друзья, записать Это не имеет никакого отношения It has nothing Только одна т Nothing to do with Alright? Reasons get nothing to do with it Итак, поехали Смотрим кусочек номер 12 Now, Will When a pirate's marooned He's given a pistol with a single shot One shot Now, Will When a pirate's marooned He's given a pistol with a single shot One shot Now, Will When a pirate's marooned He has given a pistol with a single shot Single With a single shot One shot Слушаем Now, Will When a pirate's marooned He's given a pistol with a single shot One shot Гибс говорит, послушай, Will, когда пирата высаживают одного на необитаемом острове, he has given a pistol with a single shot, им отдают пистолет с единственным выстрелом. Итак, за что здесь зацепляемся? В русском переводе было слово пуля, то есть с одной единственной пулей. Но это не имеет значения, пуля или выстрел, мы когда стреляем, мы стреляем пулей. Итак, now, вот это слово сейчас, оно не переводится здесь как сейчас. С этим словом очень часто начинается фраза now. То есть вы просто начинаете свою фразу. То есть была какая-то, возможно, пауза между беседой и, то есть продолжая беседу, now, то есть сейчас, оно не как сейчас переводится, повторюсь. У нас уже, по-моему, была эта фразочка. Просто, друзья, take it home, возьмите на вооружение, мы еще очень часто будем с ней встречаться. Итак, when a pirate is marooned, when a pirate's marooned, when a pirate is marooned. Классное слово, друзья. Надавится ревом слово maroon, when a pirate's marooned on an island. Так, single shot. Итак, давайте слушаем еще разок и идем дальше. Now, Will, when a pirate's marooned, he's given a pistol with a single shot. One shot. Well, that won't do much good hunting nor to be rescued. Well, that won't do much good hunting nor to be rescued. Well, that won't do much good hunting nor to be rescued. Очень классная формировка. Слушаем. Well, I won't do much good hunting nor to be rescued. Очень классная формировка. Друзья, этот язык я продолжу обязательно. У меня уже, кстати, есть один разбор из этого фильма, о пиратах Калипского моря. И это будет второй разбор. И я продолжу разбирать. Друзья, главное, пожалуйста, поддержите меня. Поддержите меня финансово. Поддержите меня этими небольшими донатами. Потому что, чтобы я сделал, чтобы я все свое время посвящал именно созданию этих видеоуроков. Вы видите, как я кайфую. Вы видите, какое я получаю удовольствие. И я хочу создавать для вас бестничное количество уроков. Итак, разберу всех пиратов Калипского моря. То же самое касается Гарри Поттера. Я очень люблю Гарри Поттера. Руки всегда не доходят. И я разберу очень много диалогов из Гарри Поттера. Но вы только посмотрите. Вы только послушайте, как он сказал. Well, that won't do much good hunting. То есть, это не сделает много хорошей охоты. А по-русски, ну, этого будет маловато для охоты. Ну, вы просто посмотрите, какой эксквизит, какая изысканность. Друзья, это просто колоссальше наслаждение для таких nerd, language nerd, для таких language geek, language freak. Для таких любителей языка, как я. У меня, на самом деле, друзья, уже сформировается группа тех людей, с которыми мы общаемся в телеграм-канале. Обязательно подпишитесь. Где мы это обсуждаем. И вот для чего, друзья, стоит жизнь. Вот для чего. Получать колоссальнейшее удовольствие, делиться этим с другими людьми и обмениваться этой энергией. Ведь все сводится к человеческому общению, взаимоотношению. Помните фильм «Я легенда» с Уиллом Смитом, когда он остался один в городе? Все, просто представьте, все люди исчезнут. Для кого жить? Весь смысл жизни сводится, друзья, именно к общению, к взаимоотношению с другими людьми. Все сводится. It boils down to... Классная фраза. Немножко отвлекся, друзья. Смотрите еще раз. От того, что у него одна пуля в пистолете, это сильно не поможет ему в охоте. Ну что можно с одной пулей сделать? Во-первых, можно промахнуться. Ну окей, одного он убьет чего-то, и что? А что дальше? Nor to be rescued. То есть этой пули будет недостаточно для того, чтобы охотиться, ни для того, чтобы спастись. Nor to be rescued. Это слово у меня здесь записано. Видите? Дополнительное отрицание. Мы используем его, допустим, я не знаю, я не хочу ни пиццу, ни пасту. I don't wanna pizza, nor pasta. Или, или. То есть когда мы идем в дополнительное отрицание, используйте nor. Как в нашем случае. That won't do much good hunting, nor to be rescued. Alright? Окей. Слышим еще разок, и идем дальше. But after three weeks of a starving belly and thirst, that pistol starts to look really friendly. But after three weeks of a starving belly and thirst, that pistol starts to look really friendly. Но после трех недель of starving belly, то есть голодающего, изнывающего от отсутствия еды, belly. Belly – это животик. Thirst – это жарта. Эти слова я не записал. Думаю, друзья, вы их знаете. Даже если не знаете, они здесь есть. Итак, вы можете сказать I'm hungry, но можете использовать... Вот вчера, друзья, я в Телеграме это опубликовал, смотрели фильм Мачеха с Тепмом с Джулией Робертс. Второй актрису забыл, но она очень популярная. Так вот, там было использовано много раз слов starving. I'm starving. Не просто I'm hungry, but I'm starving. Также, если вы не знали, третий эквивалент, третий синоним этой фразы I'm famished. Famished. Я надеюсь, что запишу здесь. Тоже переводится, когда вы сильно голод. Голодный. I'm famished. Так вот, смотрите. После трех недель голодания и отсутствия питья, thirst, у нас в русском языке такого слова нет, that pistol starts to look really friendly. Этот пистолет начинает казаться очень привлекательным. Ну, прикиньте, три недели без еды и без воды. Три недели. Там фактически уже все, уже близко к могиле. Three weeks without anything. Вот он и говорит, после трех недель этот пистолет кажется очень привлекательным. Какое, да? Изысканное мучение, изысканное пытка для пирата, когда они его ставили. Ты marooned him on an island. Итак, фраза номер 14. Давайте ее послушаем и идем дальше. After three weeks of a starving belly and thirst, that pistol starts to look real friendly. Дальше. But Jack, he escaped the island, me still has that single shot. But Jack, he escaped the island, me still has that single shot. No Jack, он сбежал с этого острова и он до сих пор имеет этот единственный выстрел. Escape, это сбегать, escape the island and he still has that single shot. Давайте, поехали дальше, не будем повторяться. Номер 16. О, но нет, он не будет использовать это, он приберег это для одного человека. Что здесь, друзья, разбираем? He won't use it. Если вы не знали, won't, будьте аккуратны, не won't, won't это хотеть, а won't это будет will not. He will not use it though. Though, это хотя. Эту фразу мы уже разбирали и буду разбирать еще, потому что это крайне популярная и верстильная фраза. Он мог сказать Oh, but he will not use it. But, но. Но в разговорном языке и до сих пор я был уверен, что это чисто американская тема, но нет, потому что пираты Крымского моря это британский язык. Так вот, He won't use it though. Though, это то же самое but, только который стоит не в середине, в начале как but, а в конце. Крайне популярная вещичка. Смотрите, Oh, he won't use it though. Послушайте. Oh, he won't use it though. Save on one man. Oh, he won't use it though. Save on one man. Он приберег эту пулю для одного человека. Давайте послушаем и пойдем дальше. Oh, he won't use it though. Save on one man. He's mutinous for his mate. Barbossa. Aye. He's mutinous for his mate. Barbossa. Aye. Barbossa. 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 His mutinous old... Что он его назвал? His mutinous first mate. Barbossa. Aye. He's mutinous first mate. Barbossa. Aye. Mutinous это мятежный. От слова mutiny, которое у нас было, мятеж. First mate. Это слово у нас уже попадалось, но по какой-то причине я его не записал. First mate. Вообще mate переводится как friend. Это американское, британское. И австралийская вещичка, помимо, замещает, которое friend. Mate. First mate, первый помощник капитана или старпом. His mutinous first mate. Barbossa. Aye. Видите, я записал Aye. Aye это корабельная терминология к слову Yes. Aye. Aye, aye, captain. Aye, captain. Aye, если вы не знали. Итак, то есть он эту пулю, которую ему дали с пистолетом и высадили его на остров, он ее не истратил. And he won't use the deal. Save on one man. His mutinous first mate. То есть он эту пулю приготовил для его, вот этого человека, который затеял весь этот мятеж, капитан Барбоса. Если не поленюсь, пущу вам эту картинку сейчас. То есть он предал его, разузнав местоположение и сокровище. И после этого Джек решил отомстить ему. His mutinous old friend. Old first mate. Барбоса. 18. Следующая фраза. How did Jack get off the island? Well, I'll tell you. How did Jack get off the island? Well, I'll tell you. How did Jack get off the island? Well, I'll tell you. How did Jack get off the island? Окей, я скажу тебе, да? Get off – это выбираться. Допустим, get off me, там, слезь с меня. А в данном случае get off the island, то есть как он выбрался с острова. Окей? How did Jack get off the island? Well, I'll tell you. Я скажу тебе. И сейчас, друзья, будет достаточно длинный кусочек. Приготовьте их к нему. Он будет очень насыщенным и так будет как минимум бам, бам, бам. Yeah. Даже две или два или три кусочка. И так приготовились. Будет длинно и сложно. He waded out into the shallows and he waded there three days and three nights till all manner of sea creatures came acclimated to his presence. He waded out into the shallows and he waded there three days and three nights till all manner of sea creatures came acclimated to his presence. He waded out into the shallows and he waded there three days and three nights till all manner of sea creatures came acclimated to his presence. Слушаем. Итак, друзья, давайте разбираем. He waded out into the shallows. Shallows – это какая-то отмель, то есть он пробрался на отмель. Waded out – это пробираться, то есть он пробрался на отмель. У меня эта фраза записана в нашем блокнотике. Waded out. Waded out – это когда вы пробираетесь через какую-то воду или какую-то жидкость. Обычно неглубокую. Waded out. То есть когда вы находитесь, допустим, по колено в воде, и вы начинаете там пробираться по этой воде, то есть вы не просто walk, you waded out. Смотрите, друзья, если вы посмотрите, ведете waded out meaning, изучаем английский в режиме реального времени. За что я люблю подобный формат. Waded out – meaning. Да, смотрите. Waded out – walk with feet immersed in. То есть это ходить на ногах, immerse – это быть погруженным. Погруженным во что-то. Water, stream – это какой-то поток. То есть если вы находитесь в горах, в год на реке, вы ступили, она обычно неглубокая, и вы идете по этой реке, вы, 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 you waded out – вы пробираетесь. Итак, давайте продолжим, переводим. Так вот, Орландо Бум спросил, как он выбрался с острова, на что ему гипс отвечает. Он пробрался на отмель, and he waited there, и он прождал там three days and three nights, три дня и три ночи, till all manner of sea creatures, когда все возможные, все виды морских тварей, морских существ. Смотрите, all manner of – всевозможные, все виды всякие. То есть all manner of sea creatures came acclimated to his presence. Эту слово я не записал, но came or come or become acclimated to – это акклиматизироваться к чему-то, или по-русски привыкнуть. Итак, смотрите, то есть он пробрался на отмель, там где неглубоко, он просидел там три дня и три ночи, чтобы все вот эти вот морские гады, морские, почему гады, морские существа привыкли к нему, акклиматизировалось с ним. Поехали. Послушаем и пойдем дальше. Друзья, я понимаю, что этого недостаточно, чтобы проработать, поэтому мой тренажер обязательно попробуйте. Слушаем. Слышится «rush them together», да? Слушайте. Но на самом деле он сказал «lash them together», слушайте. Итак, что у нас сказал Гибс? «На четвертое утро», он там три дня, три ночи просидел в воде, «he roped himself a couple of sea turtles». «Rope» – это веревка, то есть он привязал себе пару морских черепах. «Lash them together and made a raft». Сделал рафт, «lash them together». Смотрите, связать их вместе, перевязать – это будет «lash». «Lash together». На самом деле, если вы не знали, а наверняка вы знали, «lashes» – это реснички. То есть «lashes», вот если вот так запишите, «lashes» – это будет ресниц. Но «lash» – это также переводится как «связать или привязать». Так вот, он привязал двух морских черепах, которые помогли ему выбраться. Слушаем и идем дальше. «He roped a couple of sea turtles» – «i sea turtles». Слушаем. Орландо говорит, «Ты что такое тут меряешь-то?» «He roped» – то есть он привязал пару морских черепах. «He roped a couple of sea turtles». На что МГБ встречает? «I» – помните, вот это вот уже? «Yes, I see turtles». Слушаем. «He roped a couple of sea turtles». «I see turtles». Ну и после этого Орландо задает резонный вопрос. «What did he use for rope? Human hair from my back. «What did he use for rope? Human hair from my back. What did he use for rope? Human hair» – отвечает Джек Воробей. Джонни Депп – «from my back». Слушаем. «What did he use for rope? Human hair from my back». А что он использовал для веревки-то? С какого перебугу, откуда у него появилась веревка-то? На что Джонни Депп отвечает? «Human hair» – человеческий волос. С моей спины. Давайте послушаем и будем wrap things up, закругляться. «What did he use for rope? Human hair from my back». Итак, друзья, перед тем, как продолжим, я вам обещал кодовое слово. Кодовое слово сегодня будет слово «pinacle», которое мы уже использовали в Телеграме. «Pinnacle» переводится как «вершина», «квинтэссенция», «апофиоз», что-то главное. «Pinnacle». Друзья, заходите по ссылочке на сайт, вводите слово «pinacle», и эта колода карточек достанется вам абсолютно бесплатно. Первые пять человек, которые это сделают, получат эти карточки Anki бесплатно. Ну, разумеется, вы должны использовать и знать, как пользоваться и уже иметь приложение Anki. «Pinnacle». Кодовое слово записываем. Итак, друзья, мы закончили. 40 минут я уже записываю. Вот таким вот выдался сегодняшний урок. Я получил колоссальнейшее удовольствие. У меня полным-полной энергии, хотя 40 минут уже потратил. Как вам подобный урок? Это был, напоминаю, эксквизит лессон. Потрясающий язык, очень необычная формулировка. Как обычно, друзья, давайте сейчас пробежимся по тем словам, которые мы закрепили, которые мы сегодня прошли, потом немножко пообщаемся, и в конце вы посмотрите ещё разок это делу и поймёте, что вы поняли намного больше. Итак, что мы сегодня с вами прошли? Come by – это достать, нарыть, найти, обрести что-то. Come by that – how is it that Jack came by that compass? Помните эту фразу? Go after the treasure – в поисках сокровищ. Fail to mention – он не упомянул, забыл упомянуть об этом. To play close to the chest, то есть играть вещами близко к груди или не распыляться, не говорить о чём-то. Venture – это рискованное путешествие. Give up – это сдавать. Bearings – мы узнали, что это местоположение, или это азимут. Mutiny – это бунт или мятеж. Maroon – помимо тёмно-бордового цвета, maroon переводится как глагол, как высаживать на необитаемом острове. It has nothing to do with – это не имеет никакого отношения к nor. For – мы используем для придания дополнительного отрицания. First mate – первый друг или первый помощник капитана. Wade out – это ногами пробираться по мелководью, по какой-то жидкости. All manner of – это всевозможные виды, всякие. Ну и lash together – это связать, привязать. Итак, друзья, чтобы сильно не затягивать сегодняшнее видео, я безумно благодарен вам за то, что вы заглянули на мой канал, решили посмотреть это видео. Буду признателен за ваши лайки, комментарии, подписки и за ваши донаты, финансовую поддержку. Это очень важно. Друзья, учите английский с удовольствием. Как это делаю я? Найдите свой нужный формат изучения языка, и тогда всё пойдёт в гору. Друзья, делайте это с удовольствием, делайте это каждый день, делайте это со мной, а мы увидимся уже скоро. Stay team, guys. See you later. How is it that Jack came by that compass? Not a lot known about Jack Sparrow, for he showed up in Tortuga with a mind to go after the treasure of the Isla de Morta. That was before I met him, back when he was captain of the Black Pearl. What? He failed to mention that. Well, he placed things closer to the vest now, and a hard-learned lesson it was. See, three days out in the venture, the first mate comes to him and says everything's an equal share. That should mean the location of the treasure, too. No, Jack gives up the bearings. That night, there was a mutiny. They marooned Jack on an island and left him to die, but not before he'd gone mad with the heat. Ah. So that's the reason for all the... Reason's got nothing to do with it. Now, Will, when a pirate's marooned, he's given a pistol with a single shot. One shot! Well, that won't do much good hunting, nor to be rescued. But after three weeks of a starving belly and thirst, that pistol start to look real friendly. But Jack, he escaped the island, and he still has that single shot. Oh, he won't use it, though, save on one man. He's mutinous for his mate. Barbossa. Aye. How did Jack get off the island? Well, I'll tell you. He waded out into the shallows, and he waded there three days and three nights, till all manner of sea creatures came, acclimated to his presence. And on the fourth morning, he roped himself a couple of sea turtles, rashed them together, and made a raft. He roped a couple of sea turtles. Aye, sea turtles. What did he use for rope? Human hair. From my back.